Здравствуйте! В эфире «Точка доступа» программа о дорогах, транспорте и путешествиях. Студия Оксана Холодова. Смотрите сегодня. Поезда больше нет. В Преамуре отменили маршрут Благовещенск-Адлер. До Новосибирска, Сибирью. Авиакомпания «С-7» начала выполнять маршруты из Благовещенска. Есть электричка. Будут деньги. Из-за отсутствия пригородного сообщения область может остаться без средств на строительство дорог. И кто с интернетом на «ты»? Амурские пенсионеры приняли участие в региональной Олимпиаде. Об этом и многом другом в «Точке доступа». Смотрите нас, не переключайтесь. В преддверии сезонных отпусков еще один железнодорожный маршрут к морю стал недоступен для амурчан. С 1 июня отменен поезд Благовещенск-Адлер. Теперь жители области смогут уехать на юг России поездом только из Читы. Раньше состав до Адлера отправлялся из Благовещенска по воскресеньям и четвергам. Путь к морю длился неделю. Между тем, за последний год это не первый отмененный поезд, которым амурчане могли добраться на запад страны. С 1 июня 2014 прекратил действовать маршрут Благовещенск-Москва. Также был отменен и поезд Благовещенск-Владивосток, несмотря на его популярность, особенно летом. Теперь добраться до столицы Приморского края можно только из Белогорска. А вот попасть из Благовещенска в Новосибирск теперь будет проще. С 31 мая в этом направлении начнут действовать прямые авиарейсы. Их выполняет авиакомпания «Сибирь». Правда, расписание будет действовать до 25 октября. Из аэропорта Благовещенска аэробус А-320 будет отправляться в воскресенье в 8.30. Самолет сможет вместить до 180 пассажиров. Стоимость билета в одну сторону от 12 до 14 тысяч рублей. Напомним, ранее полеты до Новосибирска выполняла только компания «Ангара» по пятницам и понедельникам. Российским регионам не будут выделять средства на строительство дорог, пока местные власти не решат проблемы с пригородным железнодорожным сообщением. Такое решение приняли в правительстве страны. Напомним, в феврале в некоторых регионах было отменено движение пригородных электричек. Решить проблему удалось только после вмешательства президента Владимира Путина. Он потребовал восстановить пригородное сообщение. Ситуация не должна повториться, решили в правительстве, поэтому рекомендовали регионам не отменять пригородные поезда. Ведь только при этом условии область или край получат деньги на строительство дорог. За соблюдением требований будет следить комиссия по транспорту. Предложение уже одобрили в 49 регионах. Две недели потребовалось для того, чтобы восстановить мост в Селимджинском районе. В начале мая из-за ледохода была повреждена опора конструкции мостового перехода. Передвигаться по мосту запретили, и несколько населенных пунктов оказались вне зоны доступа. На время ремонта здесь организовали паромную переправу. Отремонтировать разрушенную опору планировали до конца мая, но ремонт удалось завершить раньше срока. Пока это техническая конструкция, она предназначена для первоочередных нужд. Строительство капитального моста для автотранспорта еще идет. Росгострах теперь не будет выдавать полис ОСАГО. Соответствующее распоряжение Центрального банка России опубликовано во вторник, 26 мая, на сайте регулятора, сообщает агентство «Регнум». Компания необоснованно отказывала автовладельцам в заключении договора ОСАГО и навязывала дополнительные услуги. Так, с 1 апреля по 25 мая 2015 года россияне пожаловались на действия Росгостраха 2300 раз. С начала года компания получила 385 предписаний от Банка России. Теперь по решению ЦБ Росгострах не сможет выдавать новые полисы и вносить изменения в уже выданные. Но компания обязана принимать заявления о страховых случаях и исполнять обязательства по ранее составленным договорам обязательного автострахования. На своем официальном сайте Центробанк сообщает, что будет контролировать осуществление страховщикам выплат по ОСАГО. И далее нашу программу продолжит рубрика интересных дорожных новостей. Сегодня расскажем, насколько может вырасти штраф за непристегнутые ремени, какие регионы лидируют по продажам некачественного топлива. Обзор подготовила Елена Шеломенцева. За безопасность в России предлагают увеличить штрафы за непристегнутый ремень. С предложением ужесточить ответственность за езду на автомобили без удерживающих устройств в Госдуму обратился лидер общественного движения «За безопасность». Если инициатива найдет отклик, штраф за это нарушение может взлететь до 5000 рублей. Напомним, сейчас он равен 1000 рублей. Антилидеры. Федерация автовладельцев России составила антирейтинг регионов, в которых наиболее велика вероятность заправиться некачественным бензином. По оценкам экспертов, чаще всего контрафакт заливают на заправках Южного федерального округа, пишет издание «За рулем». Также поддельное топливо встречается на АЗС в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах. Мониторинг качества автомобильного топлива на заправках страны Федерация ведет с 2012 года. Ознакомиться с результатами проверок можно на официальном сайте организации. Граница на замке. Иностранным водителям-нарушителям запретят въезд в Россию. По данным ГИБДД, в каждой 30-й аварии на дорогах виноват водитель-иностранец. Бороться с такими нарушителями крайне сложно, особенно с теми, кто ездит на автомобилях с заграничными номерами. Сейчас МВД создает приказ, регламентирующий действия полицейских, после чего ведомство сможет приостанавливать или запрещать иностранным водителям-нарушителям въезд в Российскую Федерацию, пишет Российская газета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгения Трушина, жительница Михайловского района, на областное состязание приехала уже в третий раз. В прошлом она стала победительницей регионального этапа и побывала в Москве на федеральном конкурсе. Занять призовое место там не удалось, зато опыта понабралась. Когда читаешь задание, нужно быть внимательным. А там внизу такая меленькая строчечка по образцу на обороте. И вот пока я начала переделывать все по образцу на обороте, время закончилось ровно 20 минут. Ну и когда тоже предложили назвать все башни Кремля, естественно, я их когда-то еще в школе учила, поэтому я как бы вот это не выполнила. Прежде чем попасть на конкурс, участники прошли специальные курсы, где их обучали основам компьютерных программ. Ведут такие занятия студенты амурских вузов и СУЗов. Они же и помогали во время конкурса. Слишком много было технических сбоев. Обращаются часто, потому что бывает, что они могут либо зайти в папку, либо открыть документ. Ну, разные проблемы бывают, в основном их много. Сегодня, так как много человек участвует, зависает сетевая папка и интернет немножко подвисает. Но даже технические неурядицы не помешали сдать домашнее задание, а оно было не из простых. Участники должны были подготовить свою презентацию на тему «70-летие Победы в Великой Отечественной войне глазами амурчан». В Поинте сделала 10 слайдов, посвященных 70-летию Победы. Там фотографии поместила свои и газеты «Зайские огни», как праздновали День Победы в городе Свободном. Всего было 5 этапов. На каждый отводилось от 20 до 30 минут. Они должны все пройти тестирование, состоящее из 24 вопросов. Затем идет задание в текстовом редакторе, задание по поисковым системам в интернете. И затем заключительный этап – это работа на порталах государственных услуг. Олимпиаду интернет-долголетия с 2013 года проводит Союз пенсионеров России при поддержке правительства Амурской области. За 4 года благодаря этому проекту обучение прошли более 2000 пенсионеров. Кстати, некоторые знания получали дистанционно. Команда из двух человек – это те, которые прошли дистанционный этап. То есть они не в городе на Олимпиаде были, а кто жилал и кто выходит на наш сайт «Пенсионер онлайн» Амурской области. По итогам Олимпиады лучшей в категории новичок стала Людмила Гузи из Тынды. В категории «Уверенный пользователь» – лидер Мария Москалева, приехавшая из «Свободного». Именно они представят Амурскую область на соревнованиях федерального масштаба, что пройдут в Казани в августе. Вероника Федореева, Иван Сюмак, программа «Точка доступа». Россияне могут лишиться доступа к популярным соцсетям Facebook, Twitter и Google. Порталы может заблокировать Роскомнадзор за несоблюдение российского законодательства. Компании не предоставили данные о суточной посещаемости некоторых пользовательских страниц, а также информацию, которая позволяет идентифицировать владельцев аккаунтов с суточной посещаемостью более 3000 человек. Кроме того, на страницах, перечисленных в соцсетях, специалисты обнаружили призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Если нарушения не будут устранены, доступ к сайтам заблокируют на территории всей страны. Благовещенцы присоединились к зеленому марафону, который 23 мая прошел в 42 городах России. Около тысячи горожан в спортивных костюмах собрались возле Триумфальной арки, чтобы в четвертый раз принять участие в традиционном забеге. На спортивном празднике побывала Евгения Соловьева. Всем участникам я хочу пожелать хорошего настроения, позитивных эмоций и пусть победит сильнейший. Более 700 участников и примерно в два раза больше болельщиков. Зеленый марафон в этом году отличился своей массовостью. Не остались стороне и гости из Китая. Представитель банка Хэйхэ решил приобщиться ко всеобщему празднику. Преодолеть дистанцию могли все желающие, вне зависимости от возраста. От тех, кто только-только научился ходить, до тех, кто уже глубоко на пенсии. Пробежать нужно было от Триумфальной арки до парка 40-летия ВЛКСМ и обратно. Всего 4,2 километра. Самые маленькие дебютировали вместе с родителями. Детям и подросткам дистанцию сократили. Их задача была добежать до маяка и обратно. Участвуют в ней все наши сотрудники, наши клиенты, партнеры, родственники, просто жители города. То есть мы приглашали здесь всех. Здесь по-прежнему используются принципы олимпийские. То есть главное участие, главное приобщиться к спорту, к семейному празднику, получить хорошее настроение. Вот чего-чего, а хорошего настроения на марафоне было в избытке. Пока одни бегали, для болельщиков и тех, кто только готовился к забегу, организаторы подготовили развлекательную программу. Это и забавная бодрящая разминка, и состязания по армрестлингу, а также эффектное шоу мастеров воркаута. Для самых маленьких соорудили страну картония, где детки воплощали свою фантазию в поделках. В другой палатке всех желающих разрисовывали аквагримом и угощали сладкой ватой. А вот мужчин перед забегом на победу настраивала команда зажигательных девушек-чирлидеров. Евгений участвует в зеленом марафоне второй раз и снова прибежал вторым. В следующем году планирует свой результат улучшить и занять уже первое место, хотя и считает, что главное – это участие. Такие праздники всегда вызывают особый интерес, особенно у людей, которые либо занимаются спортом, либо которым спорт интересен. Поэтому эмоции, естественно, самые положительные. Побольше бы таких организаций, праздников в нашем городе. И тогда, я думаю, что позитива было бы гораздо больше. А вот для Евгении марафон уже стал настоящим традиционным семейным праздником. Участвуем обязательно каждый год. Вот первый депутат сейчас с дочерью, еще два сына сейчас в год. Это огромная наша организация. Готовить всегда вот такие масштабные мероприятия – это здорово. Потому что, например, у меня дети разного возраста, и очень сложно устроить семейное мероприятие. А вот такие мероприятия, которые устраивает твой работодатель, это здорово объединяет всю семью. Награждали участников по олимпийской системе за первое, второе и третье место соответствующими медалями. Помимо заработанных призов, среди участников зеленого марафона провели лотерею, где разыгрывали подарочные юбилейные монеты. Марафон прошел в 42 городах России, и в каждом накануне организаторы провели социальные и экологические акции, направленные на улучшение городской среды. Благовещенский в этом году решили позаботиться о велосипедистах. В рамках проведения зеленого марафона в каждом городе люди предлагали, что не хватает. И какую-то социальную акцию Сбербанк готов был поддержать. Было голосование на сайте, то есть, например, в Владивостоке сделали спортивную площадку. У нас граждане проголосовали за установление велопарковок. То есть мы их поставили несколько по городу. Это ОКЦ, это парк дружбы, улица Зейская, горпарк. Ну, то есть, это действительно необходимо, и я рад, что этим будут пользоваться, и мы в этом могли помочь. Таким образом, зеленый марафон – это не просто спортивный праздник на один день, но и улучшение города в долгосрочной перспективе. Традиционно забег проводится в конце мая-начале июня. Поэтому, если вы не смогли поучаствовать в марафоне в этом году, приходите в следующем и получайте подарки и положительные эмоции. Евгения Соловьева, Роман Юдаков, программа «Точка доступа». И это все. Спасибо за внимание. Наша программа теперь в эфире информационного агентства «Город», а также на канале ТВ-центр. Выходите в интернет «Точка доступа» в социальных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук» и на сайте portamur.ru в разделе «ТВ-проекты». Хорошего летнего настроения и удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok